В самом начале серии просто шедеврально поставлена сцена с оторванной рукой Людерса. Просто 10 из 10. Манги до таких выкрутасов тупо не дорасти. Но и аниме есть за что поругать. В нём много вырезни. Как вполне безобидной вырезни, так и очень даже критичной. Начнём с безобидной. Вырезана шутка из манги о том, что Реноски держит на звонке песенку, которая напевает Шина. За что получает тумаков. Также справедливо вырезали и перебивку, где Реноски говорит, что его вызывают на похороны. В аниме же он сразу включает громкую связь и Акон рассказывает о произошедшем всем шинигами. В манге же Исида задаётся вопросом, почему такая информация пришла к рядовому Реноски и приходит к выводу, что это было сделано специально. Ещё один интересный факт. В манге Нелл прибыла в Каракуру в день нападения, вечером. В аниме же уже на следующее утро. Сцена разделки на фарш Людерса и Эберна не претерпела значительных изменений, как и разговор Ичиго с упавшей на него Нелл. Я же говорил, что есть и очень нужная для сюжета вырезня. Ну, так вот. В аниме сцена прощания с лейтенантом Сасакибы проходит молча. В манге же ей предшествует монолог Кучики Бьякуи о том, что Сасакибы достиг Банкая ещё до того, как родились Сюнсуки Араку и Джошура Укитаки. Но несмотря на это, его преданность Ямамото была настолько велика, что он захотел оставаться его лейтенантом до конца жизни. Он ни разу, никогда не показывал Банкай. И использовал его впервые в той самой битве против Квинси, после чего сразу же погиб. Стало быть, горе старика Ямамото настолько глубоко, что никто из присутствующих не может его по-настоящему прочувствовать. Согласитесь, в манге хоть как-то попытались раскрыть Сасакибы. Возможно, когда будет кусок, где покажут события, происходившие тысячу лет назад, про это упомянут, но пока эта вырезанная сцена сильно бьёт по восприятию сюжета. В замене этого нам показали то, как Яхва захватил Тию Халибл. Она даже использовала свой ресуррекшон, Тибурон, но не смогла победить. После чего была схвачена, а Пешига Тиш и Нелл сбежали в мир людей. Также слегка расширили объяснение Урю о том, почему он не пойдёт в Экомунда помогать Аранкарам. Во время этого разговора также вырезан момент, где Ичига задумывается о том, что Эберн мог быть Аранкаром, которого захватили и заставили служить. Точно так же вырезан и приказ Яхве о том, чтобы Ягд Арми захватила ещё одну партию Аранкаров, а ведь он нужен для дальнейшего понимания сюжета, который нам покажут в третьей серии. А ещё в аниме непонятно, как приземлилась вся компания, упав с высоты. А ведь в манге сказано, что именно Сантен Кисюн Арихиме удержал их от падения в песок. Ну и попутно под делом вырезана юмористическая сцена, в которой Ичига затыкает рот Пеши, который оказывается не ртом. Что отлично удаётся аниме, так это жестокость. Тут вам и незадуманные Айзеном дыры в Аранкарах, и литры крови, всё на месте, моё почтение. Но хватит наслаждаться бойней. Продолжим разбор. Сразу после того, как вы поставите лайк и подпишитесь, конечно. Также напоминаю, что всё, что вы услышали в этом видео, вы могли знать раньше, если бы пришли ко мне на стримы. Расписание просмотра аниме и ссылки в описании. Попытка нападения Лоли и Меноли на киллги опии не сильно различается в манге и аниме, а вот появление Трес Бестия отличается. Для начала в аниме вырезана типичная для двух девчонок-аранкаров свара с неизменным «Сёнсон, ах ты сучка!» Сам же Махач с Хилге слегка расширен. Ну и, конечно же, рядовые Квинси ложатся пачками. Кровь летит литрами во все стороны. В общем, услада для глаз. При этом только в аниме Апачи чихает сера в сторону врагов, чуть не попадая в Милорозу. Также из аниме вырезан паникующий Квинси, который говорит, что Трес Бестия слишком сильны и надо отступать. На что Килге, в лучших традициях заградотрядов, его убивает. Ну и в самом конце серии доклад Майюри об армии вторжения не претерпел изменений. Что можно сказать по итогу? Долбаный опенинг спойлерит все, что можно и все, что нельзя, блин! Я частенько хвалил опы Блича за то, что они не дают много спойлерной информации про арку, которую они представляют. Но тут, ладно боишь и нигами со штормритерами. Это еще на уровне трейлера можно было понять, кто против кого будет. Но Урю, который стоит в рядах Квинси задолго до этого сюжетного твиста, это прям финиш. Это непростительный спойлер. Как, собственно, и вот, 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 вот это. Кто узнал эти парные мечи, молодец. Не спойлеры в комментариях. Кто не узнал, ну и хорошо, интереснее будет смотреть. Да, кстати, меня сейчас в комментах будут обвинять, что это именно я указал на то, что Урю стоит в рядах Ван Ден Рейха. Ну, что поделаешь, его показывают прямо нагло, не стесняясь, в отличие от пятерки шенигами, которых показывают отдельно и буквально долю секунды. Типа они не спойлер. Угу. Ах, да, хотел сделать ролик с разбором, а получился с бомбежом. Всем удачи и всем пока. Пока.